Время новостей на нашем телеканале в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем об основных событиях в стране и мире к этому часу. Избили, засняли все на камеру и выложили видео в социальные сети. Мужчина попал на больничную койку после посещения одного из ночных клубов в секторе Чиканы в столице. Сцену избиения предположительно снимал приятель нападавшего. Драка произошла в ночь на 2 января около 4 часов утра в ночном клубе в столичном секторе Чиканы. Конфликт возник после того, как один из участников обвинил другого в том, что тот взял с него 50 леев за вход в клуб, тогда как посещение было бесплатным. Вместо того, чтобы вмешаться и разнять конфликтующих, очевидец решил снять всю сцену на видео, которое позже опубликовал в Телеграм. Человек, снимавший избиения на свой мобильный, не прекращал съемку, даже когда потерпевший 30-летний мужчина просил его о помощи под градом ударов. Иди позвони, он сломал мне ногу. Хватит! Хватит! После избиения пострадавшего доставили в институт скорой помощи. По словам врачей, сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. У пострадавшего закрытый перелом правой берцовой кости, ушиб и гематома на лице и левом плече. Он госпитализирован в травматологическое отделение института скорой помощи в состоянии средней степени тяжести. В полиции не ответили на наши звонки, чтобы сообщить подробности инцидента. Однако, согласно публикациям в СМИ, хулигана, у которого много подписчиков, в ТикТок допросили и отправили домой. Из-за полученных 1 января во время охоты травм 60-летний мужчина находится в Чемишлийской районе больницы в тяжелом состоянии. Пострадавший был доставлен в больницу с серьезными ранениями в области живота и рук после нападения на него дикого кабана. Пациент находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Не исключены серьезные осложнения. Он был госпитализирован с множественными травмами. В данный момент состояние пациента стабильное, но есть риск осложнений в дальнейшем. Животное атаковал охотника в полосе Камыша, где он находился с товарищами, которые и обратились в службу 112. По информации сотрудников правоохранительных органов, пострадавший владел оружием на законных основаниях. По факту происшествия начато расследование. Другим темам. Неделя начинается с нового скачка цен на топливо. Во вторник, 4 января, литр бензина будет стоить на 60 банов дороже, а дистоплива на 30 банов. Установленная Национальным агентством по регулированию в энергетике цена на бензин составит 21 лей 30 банов, дизельного топлива 17 леев и 73 бана. Рост цен на нефтепродукты в новом году во многом связан с повышением акцизов с 1 января в соответствии с налоговым кодексом, поясняет регулятор. Так, акциз на тонну импортируемого бензина увеличился на 586 леев, а на тонну дизельного топлива на 237 леев. В Наре также отмечают, что нынешнее повышение цен, основанное на увеличении акцизной ставки, отличается от предыдущих лет, поскольку применяется в первый расчетный день нового года. Кроме того, ежедневное изменение стандартных цен будет зависеть исключительно от уровня котировки на международных биржах. Уточним, что с начала сентября прошлого года повышение стоимости топлива составило более 1 лея на бензин и более 2 леев на диз топлива. Также в сентябре вступил в силу новый закон, согласно которому Национальное агентство по регулированию в энергетике устанавливает суточную цену, а заправочные станции обязаны менять свои ценники после полуночи. Чтобы прокатиться на горках, толкай вагончики сам. В Кишиневе из-за того, что аттракцион вышел из строя, посетителям пришлось толкать подвижную часть вручную. Видео происходящего попало в сеть под заголовком «Заплати 40 леев и прокати себя сам». Ролик вызвал разнообразную реакцию интернет-пользователей. Некоторые задавались вопросом, работает ли парламент по тому же принципу, а другие писали, что так же обстоит дело и в молдавской политике, и какая страна, такие и развлечения. Советник мэра по связям с общественностью сообщила для ТВ-6, что это произошло из-за отключения электроэнергии. Оно продлилось несколько секунд, в течение которых, по ее словам, люди успели заснять видео и интерпретировать произошедшее. Молдавскую границу пересекли. Из этого числа свыше 22 тысяч выехали из Молдовы. Большинство из них выбрало Международный аэропорт Кишинево, за которым следуют пункты пропуска Леушена, Скулена и Криво. Власти также отметили, что ни одного из проверенных пассажиров не было симптомов COVID-19. 10 случаев попытки незаконного провоза денег через Международный аэропорт Кишинево зарегистрированы в прошлом году. В совокупности сумма составляет около 320 тысяч долларов, более 140 тысяч евро, 54 тысячи фунтов стерлингов, а также 266 тысяч российских рублей. По официальным данным, в поле зрения представители пограничной службы оказались трое молдаван, трое румын, четверо граждан России и по одному представителю Израиля и США. Два инцидента были зарегистрированы в первой половине прошлого года, остальные случаи незаконного провоза денег пришлись на последние месяцы 2021 года. Пограничная полиция напоминает, что граждане, пересекающие границы, обязаны задекларировать суммы, превышающие 10 тысяч евро. В противном случае деньги подлежат конфискации, а в отношении нарушителей применяются санкции в соответствии с законодательством. А следующую новость начну с немного перефразированной цитаты. Что год грядущий нам готовит? В 2022 году мы будем двигаться в направлении духовности и исцеления. Особенно повезет водным знаком зодиака. Так, во всяком случае, утверждает астролог Кристина Гузинский. В 2022 году Юпитер пребывает в знаке рыб, а это означает, что мы будем двигаться к духовности и исцелению. По прогнозам астрологов, для большинства год будет успешным. Юпитер — социальная планета, которая способствует совершенствованию, достижению целей, оптимизму и вере в будущее, реализации грандиозных планов. После последних двух сложных лет задача этого года состоит в том, чтобы мы стали более отзывчивыми, толерантными, заботливыми по отношению к близким. По словам Кристины Гузинский, в этом году особенно повезет представителям водных знаков зодиака — рыб, рака и скорпиона. Рыбы будут полны оптимизма, надежды и веры в будущее. Раки добьются успеха в плане образования, в получении ученой степени, степени магистра, высшей ученой степени, защиты диплома, у кого в планах переезд преград не будет. Для скорпионов это год творческого развития, рождения детей. В 2022 году удача улыбнется и знаком огня, особенно во второй половине года. У львов произойдут важные события. У овнов и стрельцов прибавление денег, дополнительный доход. Юпитер перешел в знак рыб 29 декабря 2021 года и пробудет там до 11 мая 2022 года. С 11 мая до конца октября он будет находиться в знаке огня. Удача ждет представителей знаков овен, лев и стрелец. Но это уже будет другой Юпитер — экспансивный, инициативный. Для близнецов, весов и водолеев год будет благоприятным в профессиональной деятельности и долгосрочных проектах. Для близнецов это год борьбы и социальных проявлений, реализации амбиций. Для весов этот год важен в профессиональном плане, у них будет возможность подняться по карьерной лестнице. Водолеев в 2022 году ждут испытания, нелегкие испытания. Для тельцов 2022 год будет неспокойным, а для дев — положительным. Козерогам повезет в бизнесе. Представители знака тельца в этом году ждут потрясения — материальные, финансовые. Девам планеты Юпитер будет благоприятствовать в плане партнерства. После 11 мая некоторые из представителей знака дева получат наследство, другие возьмут кредит. Козерогам, тем, кто занимается бизнесом или намерен развиваться, рекомендуется в 2022 году сделать краткосрочный анализ происходящего, быть готовым к выездам. Что касается пандемии COVID-19, Кристина Гузинский утверждает, что эта тема по-прежнему будет доминировать. Будут ограничения, будут новые законы, люди будут недовольны. Надо отметить очень важный момент — это касается высших планет. Плутон, Нептун, Уран в 2024-2025 годах эти три планеты меняют знаки Зодиака. И тогда, я думаю, действительно будут перемены, и, как хочется верить, мы позабудем о пандемии. 2022 год — год водяного тигра, ориентированный на тонкую материю и внутренний мир. По восточному календарю Новый год начнется 1 февраля 2022 года. Зажигательная праздничная атмосфера в Аргееве. В новогоднюю ночь тысячи людей собрались в крупнейшем парке страны Архейлендия, чтобы встретить 2022 год. Люди пели и танцевали на праздничном концерте вместе с молдавскими исполнителями и знаменитой группой из Румынии «Трей Судест», которые порадовали публику известными хитами. Позитивные эмоции, музыка, хорошее настроение и зажигательное шоу фейерверков. Все это создало неповторимую атмосферу в Архейленде, на фоне которой люди загадывали желания на наступающий Новый год. «Хочу, чтобы в стране был мир, чтобы мы воссоединились с теми, кто уехал за границу, чтобы опять все были вместе, как это было несколько лет назад. Чтобы было не хуже, чем в прошлом году, чтобы все были здоровы и осуществили свои мечты. И даже дождливая погода не удержала дома аргеевцев и гостей города». «Все замечательно на 100%, атмосфера на максимуме, немного идет дождь, но все окей». «Атмосфера очень приятная, настроение отличное. Мы специально пришли с детьми, все очень хорошо, и погода нам не мешает». «Мы пришли, чтобы привезти внуков в Новый год на елку. Почему не празднуете дома? Здесь лучше!» Праздничную атмосферу в Архейленде поддержало выступление группы Доредос и певицы Дианы Стойко. А сюрпризом вечера стал концерт самой популярной поп-группы Румынии «Трейсут Эст». Добрые пожелания со сцены Архейленда прозвучали и от представителей местных органов власти, а также депутатов. «Желаю вам крепкого здоровья, успехов, спокойствия и мира в семьях. Пусть ваши дети и внуки будут здоровы». «На 2022 год все мы должны запастись энергией и терпением, потому что нам всем вместе предстоит сделать много замечательных дел. Важно понимать, что эти прекрасные дела только начинаются для Республики Молдова, а также для района и муниципия Аргеев». «В наступающем году будьте здоровы и, что самое главное, счастливы. В остальном, знаете, что Илон Шор и наша команда будут рядом, и мы сделаем все возможное, чтобы внести значительный вклад в кардинальные изменения к лучшему в вашей жизни». «От всего сердца я хочу поздравить вас с наступающим 2022 годом. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, радости, счастья, улыбки на ваших лицах. Хочу пожелать, чтобы все мечты ваши сбылись. Да здравствуй, 2022 год!» Старт зимнего сезона в парке Архейленд был дан 25 декабря, одновременно с открытием рождественской ярмарки, которая, как утверждают местные власти, является самой красивой в Молдове. В мероприятии приняли участие более 25 тысяч человек. Архейленд ждет посетителей ежедневно с 10 утра до 8 вечера. Администрация парка уверяет, что и дети, и взрослые посетители могут зарядиться энергией и получить дозу адреналина на многочисленных бесплатных аттракционах и катке Архейленда. Веселье продолжилось и во второй день года, когда более 3000 детей с родителями приехали в Архейленд из различных населенных пунктов, чтобы насладиться сказочной атмосферой и повеселиться в самом красивом парке страны, где, к тому же, все бесплатно. Кроме того, администрация парка сообщает, что получила множество заявок на коллективное посещение Архейленд в ближайшее время. Начиная с 12 дня и до 8 вечера, всех детей ждут в домике Деда Мороза, где они могут пообщаться с бородатым волшебником, прочесть стихи, спеть калятки, а взамен получить подарки. Малыши и их родители могут прекрасно провести время вместе, погулять и сфотографироваться рядом с величественной елкой, которая привлекает к себе всеобщее внимание. Самый большой парк развлечений в Молдове Архейленд был открыт 1 июня 2018 года и стал одним из самых популярных проектов, реализованных по инициативе мэра Аргеева того периода депутата парламента Илона Шура. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Алиса Кайряк. Подробнее об этих и других событиях расскажем в последующих выпусках программы. Не пропустите время новостей в 21.00 на телеканале ТВ6 и в 10 вечера на Архей ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова